В отечественной историографии он считается одним из самых неоднозначных властей. В отличие от многих других, которые придерживались примерно единой линии за всю свою жизнь, Александр I несколько раз менял представление о государственном устройстве и благе для страны. На начальном этапе правления он придерживался умеренных либеральных идей, развивал кипучую деятельность в рамках работы негласного комитета, круга приближенных реформаторов, однако очень скоро сменил ориентиры, вошел во вкус и пошел путем самодержавного правления. На годы правления Александра I приходятся важные события внешней и внутренней политики. Наиболее крупная и знаменитая из них – это Отечественная война 1812 года и разгром Наполеона. Будущий император Александр I родился 23 декабря 1777 года по новому стилю в столице государства Санкт-Петербурге. Отцом молодого человека был Павел I, еще один будущий правитель. На момент появления отпрыска на свет царствовала Екатерина Великая, бабушка Александра. Именно она дала имена внукам. Братом потенциального императора был Константин. Интересно, что давая имена мальчикам, Екатерина II вкладывала в это большой смысл. Александра она назвала в честь князя Невского и одновременно Македонского. Павел был человеком непростым и непоследовательным в своих действиях, местами даже неуравновешенным и легкомысленным. Екатерина не верила, что ее сын сможет стать императором и прочего наследником престола Александра. Эта задумка сказалась на юности правителя. Желая воспитать достойного преемника, бабушка забрала его у матери. Детство будущего властителя прошло в царском селе возле императрицы. Александр постигал науки, учился философии и прочим важным дисциплинам. Ради просвещения своего потомка Екатерина Великая наняла несколько именитых преподавателей. Так, нравственности. Цельной картине мира Александра учил генерал, государственный деятель Фредерик Сезар Лагарп, который прививал молодому человеку идеалы Руссо. Военное ремесло юноша изучал при наставничестве Николая Салтыкова. Александр I был наблюдательным человеком. С ранних лет он старался нравиться всем, лавировал между бабкой и отцом, перенимал черты их характеров и привычки. Он настолько преуспел в копировании, что в зрелые годы знавшие его люди дивились, как можно сочетать в себе несколько разных особенностей личности. Под влиянием окружения воспитателей Александр загорелся либеральными идеями, захотел изменить страну к лучшему. Однако его описывали как ленивого и довольно поверхностного человека, который быстро менял увлечения. Эти личностные особенности сказались на его будущей политике, периоде царствования. В начале 90-х годов Александр начинает свой самостоятельный путь. Какое-то время служит в Гатчинских войсках. Тут он получает повреждение слуха из-за грохота пушек. В 1796-м молодой человек становится гвардейским полковником. В первые годы будущий император занимал многие посты, знакомился с особенностями государственного управления в разных его аспектах. Он был шефом Семеновского полка, военным губернатором Санкт-Петербурга, исполнял обязанности заведующего поставками продовольствия. И это далеко не весь послужной список императора. Еще до восшествия на престол он успел попробовать себя в разных ролях. Был любознательным и ответственный. Такой подход позволил ему получить больше информации и опыта в управлении разными делами. В 1796-м году Екатерина Великая скончалась. Непосредственным наследником трона был Павел I. И он не применил воспользоваться правом, которое полагалось от рождения. Годы правления новоиспеченного императора славились своей нелогичностью и сумбуром. Муштра, ненужные далекие зарубежные походы, нарушение нормальных отношений с соседями, другими странами, принятие нелепых титулов. Высшее общество, представители дворянства считали, что император сошел с ума. У Павла была дурна репутация. Как знать, так и солдаты его недолюбливали. Неудивительно, что недовольство дворян вскоре начало принимать вполне осязаемые деятельные формы. В годы правления отца Александр I рассказывал о своих идеалах, какой он хотел бы видеть страну. Открыто выступал против политики отца. Представители высшего дворянства поддерживали слова молодого человека. Очень скоро он обзавелся массой сторонников, которые хотели видеть на троне именно его. Павла же решили убрать. Знал ли Александр I насчет заговора против отца? Вопрос спорный. Большинство исследователей сходятся на мнении, что он был осведомлен о намерении отстранить Павла от правления, но не допускал и мысли о цареубийстве. Тем более не участвовал в грязном и кровавом деле. Впрочем, сказать наверняка невозможно. 12 марта 1801 года по новому стилю заговор закончился убийством Павла I. По воспоминаниям свидетелей того времени, смерть отца стала для будущего правителя печальным событием. При полном параде Александр вышел к войскам и объявил о кончине Павла, а также начале своего правления. В тот же день вышел манифест, в котором новоявленный император говорил о намерении придерживаться курса своей почевшей бабушки Екатерины. Церемония коронации состоялась позже, осенью 1801 года, а именно 27 сентября. В самом начале политического пути император устранил последствия наиболее одиозных решений своего предшественника Павла. Первым делом правитель помиловал больше полутора сотен военных, политических активистов, мыслителей и творческих людей, которые попали в опалу при его отце. Вернул 12 тысяч военных, которых отстранили от службы по надуманным поводам. Амнистировал беглецов, разрешил ввоз товаров, которые были запрещены при Павле, в том числе предметов искусства, книг и прочего. Восстановил финансирование важных научных сообществ. Прекратил работу тайной канцелярии, органа политического сыска и преследования неугодных. Восстановил права священников, духовенство. Также вернул в действие жалованные грамоты городам, дворянству, которые гарантировали тем привилегии. Задолго до восшествия на престол Александр I вынашивал планы тотальной реформации российского государства и общества. Сразу после начала правления Александр I создал непременный совет, совещательный орган. Он просуществовал до 1810 года. В конце нулевых годов XIX века начался второй этап реформ. Активную роль в процессе играл Спиранский. Он предложил несколько идей, в том числе о создании Государственного Совета и Думы как прообраза парламента. Из всех идей реформатора был принят лишь проект создания Горгоссовета. Он не обладал законотворческими функциями, имел лишь совещательный характер. Из всех прочих проблема положения подневольного населения была самой щепетильной и деликатной. В то же время болезненной. Крепостное право было позором страны. Александр I отлично это понимал, но во многом был связан по рукам и ногам обязательствами перед высшей знатью. Решения были компромиссными. В 1803 году вышел указ о вольных хлебопашцах. По нему крестьяне могли выкупаться у помещиков вместе с землей. А уже в 1816 по решению императора прибалтийские крестьяне были освобождены от рабского положения. Но уходить от дворянина они могли без земли. Кроме того, были устранены наиболее грубые и уродливые черты крепостнического права. Крестьян запрещалось продавать на ярмарках и публиковать объявления о передаче людей в газетах. Тем не менее, серьезных позитивных последствий решения Александра не возымели. У большей части крестьян не было средств, чтобы выкупить себя. Другие же, лишаясь земли, теряли возможность выжить. Потому оставались у помещика. Тайно император и его сподвижники разработали проект освобождения крестьян и отмены крепостного права. Но реализовать его так и не решились. Именно этот план стал основой для реформы 1861 года. Остальные изменения, в том числе конституционные, проведены не были. Хотя планы были масштабные. В 1811 году император охладил к реформам и вошел во вкус полной всеобъемлющей власти. А после окончания Отечественной войны он увлекся мистическими идеями, впал в религиозные суеверные настроения. Большую роль в этот период играл Аракчеев, один из идеологов, возвращения к дореформенному положению вещей. Все преобразования были свернуты. Негласный комитет прекратил свое существование. Правитель, который еще вчера возмущался рабским положением народа, теперь без зазрений совести пользовался своей властью. А затем и вовсе перестал интересоваться основной частью государственных дел. Реакционный период продолжался вплоть до смерти Александра I. Резкая перемена курса сильно опечалила прогрессивно настроенное общество. Продолжалась консервация устаревших порядков и после воцарения нового правителя. Реформы Александра были половинчатыми, незавершенными, их оценивают по-разному. Препятствий для реализации задуманного и реального либерального преобразования было несколько. Личность самого императора, который бросался из одной крайности в другую. Влияние одиозных фигур, вроде того же Аракчеева. Необходимость учитывать волю и интересы дворянства. Александр I прекрасно помнил, что его отцу Павлу стоило своеволие. А также международные конфликты, которые перетягивали на себя все внимание. Борьба со Швецией Война продолжалась с 1808 по 1809 годы. Формальным поводом стал отказ государства присоединиться к антианглийской коалиции. Боевые действия шли с переменным успехом и закончились заключением мирного соглашения. По результатам войны империя получила Финляндию и Алландские острова, а также склонила Швецию расторгнуть отношения с Англией. Компания против Турции В 1806 году вспыкнул конфликт с Турцией. Причиной стала остановка правителей Молдавии и Валахии. Это было грубое нарушение прежних договоренностей, по которым назначение и отстранение государей этих земель должно было согласовываться с Россией. Боевые действия были затяжными, заканчивались несколькими передышками. Окончание войны приходится на 1816 год. Был заключен Бухарестский мир. Обе стороны признавали взаимные территориальные завоевания. Еще одной крупной вихой была борьба с Персией. 1804 по 1813 годы Конфликт завершился заключением Гюлистанского мирного договора и полной победой России. За эти годы правления Александра I территория страны существенно расширилась. Государство присоединило Грузию, значительную часть Польши, Финляндию и Бессарабию. В 1793 году император женился на Елизавете Алексеевне, Луизе, Марии, Августе. В браке на свет появились две дочери, но они умерли еще в младенчестве. С женой у Александра I отношения были прохладными. Потому находилось место для многочисленных романов на стороне. Правитель состоял в длительных отношениях с Марией Нарышкиной. От внебрачных связей у императора было примерно 11 детей. Хотя цифра не точная. Правитель был большим любителем путешествий. Эту страсть он сохранил до преклонных лет. Но в одном из странствий заразился брюшным тифом. Смерть Александра I наступила 1 декабря 1821 года. Кончина правителя стала большой неожиданностью для всех. Выдвигались версии о насильственной смерти императора. А позже появилась теория о том, что гибель была не более чем инсценировкой. Согласно популярному мнению, Александр отправился в Сибирь, где принял имя Федора Кузьмича и остаток жизни провел под другой личностью. Биография Александра I пестрит мифами и легендами. Многие из них исследователи отвергают. Однако эта версия, по мнению историков, имеет право на жизнь. Хотя достоверных доказательств пока нет. Результаты царствования Александра I оцениваются неоднозначно. Одни исследователи считают, что он положил начало либеральным реформам в России, благодаря чему меньше чем через полвека пришел тот, кто продолжил этот курс. Другие говорят, что реформы были косметическими и не играли большой роли. А сам император был легкомысленным актером, лицемером, который старался угодить всем и сразу. Вопрос остается дискуссионным. Как бы то ни было, в правлении императора есть как положительные черты, расширение территории, укрепление престижа страны, первые шаги в сторону либеризации, так и отрицательные моменты, отказ проводит, радикальное преобразование и так далее. На политические ходы правителя влияли как особенности его личности, нерешительность, так и объективные факторы. На тот момент нужные условия для коренного перелома еще не сложились. Спасибо за внимание.